Выбираем крупу правильно, какая гречка лучше темная или светлая, на какие критерии обращать внимание. Добавить комментарии Ваш комментарий Популярные разделы Цветы розы актуальны Зимой популярные статьи Поиск по сайту найти, чем отличается темная и светлая гречка. Темная и светлая гречиха – это не разные сорта. Коричневый цвет и все его оттенки имеет крупа из пропаренного зерна. Полезные свойства снижены, так как ее обрабатывают при высокой температуре. Быстро разваривается, каша получается рассыпчатой, с нежным вкусом. Если цвет темно-коричневый, то полезного в ней осталось совсем мало. Такие ядра чаще всего перерабатывают в небольших хозяйствах. Вместо пропаривания их обжаривают. Бледный, кремовый цвет с легким оттенком желтизны у крупы из непропаренного зерна. Полезные свойства сохраняются в ней максимально. Варится дольше темной. Цвет гречки зависит от температуры обработки. При высокой температуре она приобретает коричневый цвет. При обжаривании становится темно-коричневой. Светлая крупа не подвергается обработке паром. Какая лучше и чем ответ на этот вопрос кажется очевидным? Если полезных свойств в светлой крупе больше, то, значит, она лучше. Плюсы темной гречки – варится быстрее, рассыпчатая, вкус нежнее, низкая цена. Плюсы светлой гречки – больше полезных элементов, подходит для гарнира. В продаже большой ассортимент темной и светлой крупы. Если вопрос в цене, то выбирают первую, она дешевле. Сторонники здорового образа жизни отдают предпочтение светлой. Какая гречка лучше – коричневая или зеленая? Самая полезная гречка – зеленая. Зерна при очищении не подвергаются термической обработке, поэтому все витамины и микроэлементы остаются в полном объеме. Это натуральный продукт. Употребляют его в сыром виде. Способы приготовления – зеленой гречки, проращивание, запаривание. Проращивают ее, соблюдая определенные правила. Процесс состоит в замачивании крупы в талой или ледниковой воде. В первой воде зерна находятся не больше полутора часов. Потом воду меняют и оставляют от 4 до 10 часов. Помешивают и при появлении слизи снова меняют воду. Зернам необходимо разное количество времени для проращивания. Поэтому общее время этого процесса занимает от 8 до 24 часов. Самой полезной считается крупа на 2-4 сутки после появления ростков. Сторонники здорового питания придумали немало блюд с проращенной зеленой гречкой. Они делают каши с фруктами, салаты, сушат проращенные зерна и перемалывают в муку. Отсюда оладьи, блины, пирожки, полезная выпечка, которая не содержит дрожжи и масла. Более легкий, но не менее полезный способ приготовления зеленой гречки – это запаривание. Здесь все просто. Один стакан зерна заливают на ночь двумя стаканами кипятка. Не забудьте сначала промыть крупу. На втором месте – идрица, которую получают из гречихи, перетирая ее. В процессе обработки оболочка отделяется. Следующий этап – пропаривание или прожаривание. Коричневая крупа получается при сильном обжаривании идер. Состав витаминов и микроэлементов значительно снижается. Коричневую гречку варят и замачивают. Для замачивания подходит холодная вода, кипяток, кефир. Главное – соблюдать правильные пропорции – на один стакан зерна, два стакана жидкости. Холодная вода оставляет максимум полезного. Замачивают на ночь и обязательно съедают в течение дня. При замачивании кипятком количество витаминов уменьшается. Но к утру крупа получается рассыпчатой, как каша. Диетологи советуют замачивать гречку нежирным кефиром. Смесь рекомендуют наливать в термос, чтобы за ночь прохладный напиток не перебродил в теплой комнате. Как выбрать самую лучшую гречку? Производители нередко запутывают покупателей. Реклама на телевидении – красочная упаковка многих вводят в заблуждение при выборе крупы. Рассмотрим этот вопрос подробнее. Виды и сорта гречневой крупы Гречневая крупа бывает двух видов – идрица, цельное зерно. Продел – расколотые зерна, мелкие и крупные. Простое название – сечка. Только идрица делится на сорта. Первый – самый чистый и качественный. Минимум необработанного зерна – мелкого сора. Второй – содержит до 7% мусора после переработки. Третий – до 10% различных примесей. Сорт не влияет на качество крупы. У третьего сорта цена ниже, но потратится время, чтобы перебрать ядра и удалить мусор. Упаковка Правильная упаковка для крупы – это целлофановые пакеты. Они защищают ее от влаги. В них видно, какого цвета гречка, поэтому они дают возможность приобрести полезную крупу. Производители, которые скрывают качество гречки, упаковывают ее в бумажные красивые коробки. Крупа впитывает лишнюю влагу и теряет свои полезные свойства. Покупатели не видят, что внутри, и ориентируются на красивые надписи снаружи. Реклама рассказывает о быстрых способах приготовления каши в пакетиках. Но не говорит о том, что она уже подвергалась термической обработке и утратила часть своих полезных качеств. Внешний вид определяют качество продукта сначала по внешнему виду. Это возможно сделать, когда упаковка прозрачная. Хорошую гречневую крупу видно сразу, все зерна очищены и одинакового размера. Современные технологии позволяют это сделать. В пакетах с гречкой хорошего качества не бывает мусора и примесей. Вкус и запах вкус крупы зависит от его запаха в сыром виде. До приготовления гречка не должна пахнуть плесенью и затхлостью. При правильном хранении не возникает никакой горечи и кислинки. Конечно, в магазине не дают разорвать пакет и понюхать. Первый раз выбирают на авось, и уже в следующий раз покупают у проверенного производителя. Как хранить гречку? Существует несколько правил хранения крупы. Срок годности – 12 месяцев от даты изготовления. Она указывается на упаковке. После покупки ее пересыпают в стеклянную или металлическую емкость с плотной крышкой. Хранят только сухую крупу. Со временем вкус гречки ухудшается и полезных свойств становится меньше. Делать годовые запасы не рекомендуют. Заключение Самая полезная гречка – зеленая. Этот продукт широко используют при диетах. Вместо варки ее просто надо замочить или запарить, тогда польза будет максимальной. Обычная гречка приносит немного меньшую пользу организму, но этот вареный продукт любим многими. Поэтому в рационе любой семьи занимает не последнее место. Гречневая крупа насыщает организм питательными веществами, витаминами и микроэлементами. Как выбрать гречку отчиз видео on YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!